Радиозвезда Осенняя заря догорает с краю леса. Дорога грязная, у крыльца лужи. Тоскливо мочит корова у сарая. Потемнели сырые крыши. Вороны летают стаями, Каркая садятся на березы. Приятели мои заскучали дома. Пошли на реку. Она такая полная. Мутно отражаются ольховые кусты в воде. И на реке неприветливо. Неужели сад мой? И все кругом было еще недавно покрыто свежей зеленью. Как ты и не веришь. Осенняя мгла. Дома-то хорошо. Горит лампа с красным абажуром. Теплится камин. Доктор Иван Иванович сидит у камина И, подбрасывая сырой хворост, говорит. Вот наука. Конечно, наука многое объясняет. В науке есть несомненная истина, Но определить всего не может. Хотя бы вот к чему эти нелады в жизни разные. То так, то эдак. Погода тоже не веселит. Заметьте, вот в окружающей нас жизни У всех приятелей наших Все как-то боком выходит. Вот хотя бы с женщинами. В начале, конечно, все казалось в розовом свете. Женился. Доктор я. Ну, вижу, нравлюсь. Во мне участие принимает. Рада. Черт, меня дернул в театр поехать. А она раньше актрисой была. Что не скажу, похвалю. Вот, хорошо играет беспреданницу. А она ужас. Что с вами? Вы ничего не понимаете. Нравится она вам, потому что смазлива. Нет, говорю, позвольте, я-то понимаю. Я сам в любительских спектаклях, Когда студентом был, Так в Вологде, хотите знать, Чацкого играл. А она как раз хохочется. Вы, говорит, утюг. Какой вы Чацкий. Не угодно ли? Вот что я не скажу, все не так. Ну и пошла ерунда. Вышло так года через полтора, Что рад был, когда из дома уходил. Получалось так, что я как бы враг ее. Что не на есть злейший враг. И каково же ей жить приходится со мной. Вот это верно, сказал Коля. Да чего верно. Я тоже чувствую с утра. Чувствую, что я самый последний человек. И Анфиса тоже страдает. Все от меня. И почему от меня, я не понимаю. Постой, сказал приятель Ивазя. Что ж тут непонятного? Страдает. Вероятно, от глупости твоей страдает. То есть, как это от глупости, Удивился приятель Коля. От какой же это моей глупости, позвольте. Да, вступился доктор Иван Иванович. По-вашему, и моя жена тоже от моей глупости страдает. Как это вы легко, господин архитектор Дурачков, раздаете. А вы тоже ведь, кажется, изволили с супругой вашей разойтись. Это должно быть от ума большого. Довольно, сказал вдруг Павел Александрович. Что же это такое за разговор начинается? Про женщин вообще так говорить нельзя. Женщина — существо прекрасное, нежное и хрупкое. Да-с. Вы, конечно, люди штатские. Не понимаете. А вот когда ехал наш шестой драгунский кавалерийский эскадрон И заехал в Зарайск, Так там знаете, что с женщинами случилось? Нет, вы не знаете, что случилось. Что же такое случилось? Спрашивали все. Не поймете. Что вам ни говори, не поймете. Это понять надо, а вам трудно. Что же такое? Удивлялись приятели. А такое. Рыдали, понимаете ли. Рыдали. Женщины рыдали. Город Зарайск рыдал. Постой, Павел Александрович. Почему же рыдали? Город рыдал. Странный вопрос. Эскадрон ушел. Коля Курин смотрел, мигая на Павла Александровича, Высоко подняв брови. А у доктора Ивана Ивановича Как-то сам собой открылся рот, И выражение лица у него было удивленное и виноватое. Это у вас, продолжал серьезно и строго Павел Александрович. У штафирок разные там анализы, переживания, извращенные чувства, Разные вообще пошлости. А у нас нет. Женщин вообще понять надо и преклоняться. Преклоняться и никаких. Павел Александрович сердился и говорил резко. А охотник Герасим Дементьич, который раньше был солдатом и был на войне, Сказал, Все правильно. У штатских в голове завсегда бусы резаводятся. Но их в тоску и вгоняет. И где ж в походе с лошадью, да в службе в слабость вдаваться? — Константин Лисеевич, — сказал, входя Ленька, — Тетенька Афросинья гуся резать не хочет. Это мне, говорит, не подходит. И гуся жалко. — Ну вот, — встрепенулся Юрий Сергеевич, — Обещали гуся с капустой. Значит, ау! — Так ты ступай и режь гуся, — сказал Василий Сергеевич. — Ну нет, увольте. — Иван Иванович, ты ведь тоже и хирург. — Ты займись, — сказал Сахновский. — Хирург, вот я твое толстое брюхо в случае болезни разрежу не моргнув, а гуся резать отказываюсь. — Ну, Павел Александрович, покажи нам свою храбрость, — сказал Юрий Сахновский. Вот ежели бы ты не был штафиркой, то за слова такие стоял бы передо мной у барьера. Все приятели наотрез отказались резать гуся. А Ленька сказал, — Жалко гуся-то домашнего резать. Вот застрелить ежели. Но и стрелять домашнего гуся никто не хотел. Пошли смотреть на гуся. — Тега, тега! — позвал гуся Ленька. Большой жирный белый гусь шел по лужам от сарая, переваливаясь на желтых лапах. — Хорош! Был бы с капустой, — задумчиво сказал Сахновский. Гусь боком, подняв голову, осматривал приятеля. Потом, опустив голову, зашипел, когда Юрий хотел его погладить. — Вот ты, охотники! — сказала тетенька Афросинья. — Ш-ш-ш! — махнула она фартуком на гуся. — Иди, а то и впрямь бы не съели. — Его, конечно, зарезать можно, — сказал Герасим. — Только такого гуся лучше на племя оставить. Ведь у нас зайца на жаркое есть. Чего еще? — Заяц-то лучше гуся, — согласился Василь Сергеевич. — И ладно, — сказал Герасим, неся из погреба зайца. — На войне человек человека не жалеет, а вот перед гусем все штафирками сделались. — Куда на баб жалуются? — засмеялся Герасим. — С бабой сладить не могут. — От бабы тоже польза и радость бывает. — У нас угольщик Серега ослеп. — Ну, значит, уголь сжет смолье, знать от дыму-то и ослеп. — В больнице полгода был. — А слеп шабаш домой отправили. — И вот сердит он стал. Цельный день ругается с женой. Делать-то нечего. — И то не так, и это не так. А в драку лезет. А в дочь эта жена не выдержала. Его по башке вальком-то яхнула. А он, как она его по башке-то ударила, сразу и прозрел. Вот ведь что. — Вот, доктор Иван Иванович, вы слепых-то лечите или так? — Ну и лекарства, — засмеялся Василий Сергеевич. — Таким средством радикальным вас бы попользовать не мешало, — сказал Иван Иванович. Дурь-то из головы у вас бы повышебла. — Эх, вздохнул сторож моего дома дедушка, покачав головой. — Все это через ненастье. Время скучное. Дождь да дождь. Мы читали рассказ Константина Коровина «Осенний вечер». Ваши любимые книги. Каждый день в эфире «Радио Звезда» и на нашем канале в YouTube. Подписывайтесь, чтобы слушать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова